Лучшие каратисты России в Вербите. В течение 2020 года спортсмены клуба Ирбис приняли участие в двух статусных турнирах. Один из них – Кобок России по косике каратэ, в котором ирбитская команда в составе сборной Свердловской области завоевала 7 медалей. Одна бронзовая, три серебряных и три золотых медали – вклад ирбичан в командный зачет. «Сам турнир, конечно, проходил без зрителей. Ребятки участвовали в турнире, но их родители, им пришлось сидеть внизу, благо РМК, пятиэтажное здание такое, и внизу сидеть. И еще хорошо, что всегда из Академии творчества РМК идет прямая трансляция, ну и родители на телефонах сидели внизу, смотрели своих детей, как они выступают». Отсутствие болельщиков никак не сказалось на результативности юных борцов. Семь медалей говорят о качестве подготовки. «Вот эта вот подготовка и желание удачно и хорошо подняться с чужими ребятами, наших ребят, мне больше всего понравилось». Одним из чемпионов стал Сергей Рожков. Золотая медаль турнира Кубка России далась ему благодаря упорству. «Да, у меня появилась спортивная злость к победе, очень серьезное стремление. Я был уверен в себе и в своих техниках. Василий Вениневич – самый лучший тренер в мире». Сергей – многократный чемпион области и Уральского федерального округа как по карате, так и по джиу-джитсу. Секрет успеха – доверие наставнику. «Его лучшее качество – это усердие, внимательное отношение к тому, что я показываю и объясняю. И самое главное, он выполняет в точности так, как я показываю, объясняю, и он так же и делает. И потом это все дает результат на соревнованиях». Одна из золотых медалей завоевана самим тренером – Василием Елькиным. Он выступал в ката. По итогам Кубка России сборная Свердловской области опередила самых именитых борцов, оставив позади команды Алтайского края, Москвы и Подмосковья. Лариса Воложанина, Евгений Пресежнюк, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит».